доброе доброе время суток моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем доброго времени суток а здесь римочка моя и стайка прилетела птичек рядом с ней стайка птичек я не хочу чтобы она их спугнула вот они они что-то здесь собирают я их так поснимала тихонечко показать вам просто арема орехи грызет кстати грызть орехи и научил единственный друг кузя кузя одноглазый страшный пушистый ужасный скажем так в одежде страшненький но очень добрый внутри как андрей миронов он не виноват что его в понедельник родили нет его уже давно с нами нет он научил ее грызть орехи он научил ее выживанию выкапывать хрущи хрущи из-под земли это же она их есть белок дарема потом он научил ее преодолевать двухметровые заборы это нечто это надо было видеть а потом вода в один прекрасный момент мы его тоже подобрали жил он с нами года три наверное у меня есть видео с ним и потом он исчез он вы перепрыгнул убежал и больше не вернулся я не знаю может он кому-то не туда залез или еще что-то в общем не хочу гадать не хочу думать и так его не стало так было две собачки потом после него я завела пять собак пять такой приютик небольшой и раздала ну они там три щенка и две крупные собачки одна умерла одна умерла тоже слепая и такая больная собачка одна умерла остальные выжили и раздали мы собачки я делала объявления и по через свой канал все и мы раздали их дальше ко мне приобретали собаки тоже мы договорились с соседями и тоже им давали какую-то часть питания но и у нас такая образовалась компашка здесь собачек естественные мы подкармливаем и соседи и все кастрированные собаки и все так сейчас посмотрим смотрите вот тут вот у меня пробивается бузина черная очень полезно растение и рядышком сам по себе растет хрен вот хрен когда начинает расти он видите он как елочка у него вот такие вот листики как елочка очень нежные и в салатике очень пикантные вот эту елочку вот пока елочка нужно срезать и добавлять в салаты во первых все заболевания связаны с бронхами с легкими с горлом ангины у кого-то анзелиты ларингиты и так далее вот это просто номер один ну и самое главное конечно это выводит глисты ах как глисты не любят свежие листочки вот такие вот хрен вот так вот вот так растет хрен видите вот эти вот его как елочки вот такие листочки вот они необыкновенно полезны сейчас в салатике нарезаются на раз поэтому не тратьте время зря если у вас какие-то простудные заболевания а рядом есть вот эти уникальные листья хрена берите и используйте корень корнем пока корень появится хороший кстати сейчас можно тоже корень собирать вот это я прикрываю его я его прикрываю вот потому что когда эти листья будут уже большие грубые это уже не то вот сейчас нежные первые ведь ну вот так господь бог устроил самые сильные травки самые полезные насыщенные микро макроэлементами витаминами именно сейчас именно конец марта начала апреля апрельские вообще изумительные травки посмотрите какая прелесть какая красота а а Продолжение следует... 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 И вот эти вот её всходы, гречанки, вот они выходят, такие красненькие, видите? Вот это тоже идёт в салат, именно сейчас. Потом уже это будет невкусно. Вот именно этот овощ используется вот сейчас, чтобы вы знали. Немножко даю вырасти, чуть-чуть, и всё, и всё идёт в салат. Кисленькие, вкусные. Ревень даёт свои первые листочки, и эти первые листочки, вот ревня. Вот они, видите? У нас песок, такая травка, не очень. И вот эти первые листочки, они также идут в салатик. Хорошо-хорошо промываются, и все идут в салат. Вот, посмотрите, здесь у меня совершенно непугливые, вот в этих вот ветках, которые мы посрезали. Птички сидят, совершенно непугливые. Витки-то молоденькие, и они, мы их посрезали, и видно, там ещё остались червячки или где-что. И вот они идут. Я не знаю, видите вы их прямо возле меня. Какие-то интересные высматривают. Сейчас я подойду, они могут и улететь. Вот настолько он красивый. Играчи, по-моему. Они ничего не боятся. Да, что это за птичка-то сидит. Я прям подхожу близко. Мне интересно, насколько близко подпустят. И сидит себе, и сидит. Ну, красивый. Посмотрите, какой он красавец. Вот он. Ну, дай хоть поснимать тебя. Дай хоть поснимаю тебя. Вот он. Люблю наблюдать. Наверное, орнитологом надо было быть. Вот, смотрите. Так, Рэма, не лезь сюда, не надо. Ты шуршишь сильно. Ты не умеешь тихо ходить. Вот. Я говорю, не надо, Рэма. Не шурши. Вот он. Красавец, не бойся, я тебя не трону. Мы только полюбуемся тобой, и все. Я разговариваю, и он молчит. Или, может быть, даже что-то мне отвечает. И не улетает. Мне иногда кажется, что Господь Бог посылает их что-то передать нам, какую-то информацию. Скажет, показывает своим. И не хочет он улетать, видите. Он тут красуется. Ну, снимай, говорит, меня. Снимай. Вот иногда вот такие вести какие-то приносят. Хорошие. Мне обычно хорошие. Например, что пришла во всю весна. Что уже холодно, не будет. Вот мне такие вести приносят. Улетел, да, по-моему. Я уже его не вижу. Я уже его не вижу. Наверное, улетел. Вот. Ну, и вот тут вот у меня во всю растет смородина. И появляются первые цветочки у смородины. Бутончики и цветочки первые. Все осмотрим с вами вместе. Вот они. Все. О, ее у меня, конечно, масса. Этой смородины вокруг озера. И тут, и с другой стороны. По периметру везде-везде я ее посадила. И говорят, что возле орехов не растет смородина. Слушайте, растет, цветет и пахнет. Все вокруг орехов растет, цветет и пахнет. Так. И вот это вот у меня везде-везде вот эти вот фиалочки. Кстати, это очень полезные цветочки. Они одни из первых появляются. И они очень полезны. Я никогда от них не отказываюсь. Пусть они у меня гуляют по всему, по всем моим насаждениям. Хотя я сейчас особо не сажаю уже, потому что у меня все есть. Так. Сейчас я вам покажу еще одну травку, которая растет вот так. Это белые тоже цветочки. И очень опасные. Это ярутка. Ярутка, она маленькая. Вот. Вот она, видите? Сейчас я вам покажу еще. Так, вот тут вот я ее не вижу. Ну вот, по всей видимости. Сейчас посмотрим. Не вижу я ее, не вижу. Если увижу, я вам ее покажу. Пока ее видно здесь не так много. Но не путайте ее вот с этим растением, да, который похож на гулявник, беленькое. Это очень полезное растение. Настолько полезное, что всегда выращиваю. И салатик. Это не ярутка. Чтобы не путали мне. Ярутку хочу показать вам. Потому что, понимаете, есть травки, которые, они похожи на вот такие вот полезные травки. И люди могут перепутать. Здесь нужно быть очень осторожным. Ну, в общем, даже кто, если не знает, наберите ярутка. Ярутка. И вы найдете себе там. Здесь у меня такая поздняя смородина. Вот с этой стороны. Другая немножко. Она как еж-то крупная, но поздняя. И поэтому еще цвета нет. Ну, а вот здесь ранние. И поэтому бутончики, бутончики и зацветает. Так, ну что, дорогие мои, раскрываются уже цветочки абрикосы. Последний практически день марта у меня всегда раскрываются абрикосы. Абрикосы. Вот они. Все уже беленькие цветочки. Вот, открываются. И сейчас они один за одним, один за одним. Такая красота будет. Просто необыкновенная. А небо, посмотрите, какое небо. Голубое-голубое. Ну, и, конечно же, красавчик кизил. Посмотрите, какой кизил красивый. И тут, как тут, пчелки. А кизил уже отцветает. Он уже все, он уже хорошо подцвел и отцветает. Ему ничего не угрожало. Не было ни заморозков. Так что будет хороший урожай кизила. А вот барбарис еще с прошлого года висит у меня. Вот он, видите. Вот это барбарис у меня. С прошлого года все. Часть собрала, часть не собрала. Часть осталась. Знаете, какая-то вкуснятина. Вот эти вот сушеные уже барбарисинки. Сейчас я поснимаю, покажу. В плов. Во-первых, это витамин С. Во-вторых, дает такую необыкновенную кислинку. Кто знает, что в плов нужно класть барбарис. Вот я кладу его в плов. Не только в компоты. Не только в желе. Нет. Но еще и в плов. Это изумительная штука. И понятно, что чай мы постоянно делаем. Компотики с ним. Это же дополнительный витамин С. Но и плов. А еще и в салаты. Чечевица любит. А вот эти салаты, когда пророщенный маш, он просто требует кислинку. И вот если нет лимона, бросаю туда барбарис. Замечательно. Так. Ну вот и все, дорогие мои. Я смотрю, как у меня дружненько всходы пошли. С вами вместе. Все-все-все наблюдаю. Палки вот эти вставляю везде, потому что кошки, собаки. Ну вот и все. Сделали мы с вами прогулку. Полезную прогулку. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.